МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще в 80-е его редкого звучания голос пленял слух миллионов советских людей, хотя шлягеров в его исполнении было не так много. Однако славе и вокальному мастерству этого человека завидовали даже самые признанные мастера советских стран. Будучи по жизни весьма скромным человеком, он никогда не пользовался плодами своего успеха. Когда пришли другие времена и стали модными другие песни, он предпочел уйти в сторону. Его ухода с эстрады никто не заметил. Впрочем, как и его ухода из жизни. Когда этот артист кончался, об этом не написала ни одна российская газета. Звали этого человека Геннадий Белов. Геннадия Белова можно назвать ребенком победы. Он родился через 6 месяцев после окончания войны, 2 ноября 1945 года. Его талант певца проявился еще в младенчестве. И неудивительно, ведь в семье пели все. И мама, и бабушка, и тетки. Вы знаете, у нас вообще семья музыкальная. То есть у нас как-то все поют. Не обязательно, что кто-то поет на сцене, вот папа у нас как-то так один. Но все равно все с голосами люди, со слухом и голосами. И бабушки, и прабабушки, и дедушки. Как-то так все собирались вместе, что-то там за столик какой-то, какие-то песни. Вот, наверное, может быть, отсюда пошло. Белов с пеленок слушал эти песни. Под них засыпал вечерами. Под них же просыпался по утрам. Когда он подрос и научился разговаривать, стал петь вместе с родными. Голос у него был чистый, звонкий, из тех, что обычно зовут колокольчиком. Он самородок певец. Он же не кончал ни консерватории, ни училища, ни института. Он голос ему поставил, поставила природа. Руководитель художественной самодеятельности в школе, где учился Белов, услышав голос одаренного мальчика, тут же записал его к себе солистом. Юный певец имел явную одаренность в песенном творчестве. Однако долгое время даже не думал связывать свою жизнь с этим видом искусства. Когда Белов закончил 8 классов, он поступил в текстильный техникум. Нужно было получить профессию, чтобы содержать семью. Закончив техникум, отслужив в армии, устроился работать мастером на московский шелковый комбинат «Красная роза». Он начинал уже... Сначала, закончив в текстильный техникум, он был. Потом он пошел на комбинат «Красная роза». До сих пор, по-моему, есть в Москве. Был слесарем, наладчиком оборудования. А потом так вот сложилось, что... Да, очень много занимался в самодеятельности. Очень много. То есть он пел. Он всегда пел. При комбинате был кружок самодеятельности, где Геннадий сразу стал одним из лучших солистов. Его приглашали участвовать в различных конкурсах и фестивалях. Примерно в то же время он стал брать уроки вокала у знаменитого педагога Василия Щербакова, который считал Белова одним из лучших своих учеников. Достаточно серьезно занимался в самодеятельности, вокалом. И ходил, и пел. И был такой клуб «Дружба». Я не знаю, сейчас все существует или нет. Он там тоже был в вокальном кружке, занимался. Был солистом. Собственно, в этом клубе «Дружба» познакомились они с моей мамой. Стояла женщина. И очень красивенький ребеночек. Так красиво одет. Такая лапочка с цветочками. Я говорю, кто ты такая? Мы ждали выхода. А папа поет на сцене. Папа в это время пел на сцене. Я поняла, что это дочь Гена Белова. Я говорю, вот сейчас кончит песню. Быстренько на сцену. И потом вместе вышли кланяться. И больше мы не расставались, потому что с Геной работали. И все время я подружилась с его женой. При мне родился его сын. Димочка. Замечательный мальчик. Мы были в Краснодаре. Мы все время звонили в роддом. Белова родила, Белова родила. И когда уже мне сказали, у вас родился сын. И Гена взял какой-то мотоцикл. Мы поехали на вокзал, купили бутылку водки. И были только соленые огурцы. И мы праздновали в Краснодаре всю ночь его рождение сына. И с тех пор уже мальчику скоро 30 лет. В то время начинающий артист еще не подозревал, что его любимое занятие станет его единственной профессией, работой и смыслом жизни. В середине 60-х по всей стране действовали сотни тысяч кружков художественной самодеятельности, в которых обретались сотни талантливых молодых исполнителей из разряда самородков. На советском телевидении шла передача «Алло, мы ищем таланты», где молодые непрофессиональные исполнители с улицы пробовали свои силы. Была история, когда... Об этом я тоже узнала после смерти, когда рассказывали о том, что когда услышал Лемешев исполнение папы, он сказал, что у этого мальчика очень большое будущее. Белов пришел на передачу с песней из репертуара после военных лет. Однако то, как он ее спел, покорило сердца слушателей. Манера исполнения и голос Белова поразили руководителя ансамбля песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения и детского хора радио и ЦТ Виктора Попова, который разыскал Геннадия и пригласил солистам свой коллектив. Я слушаю его, я, конечно, поражаюсь его голосу, но я еще поражаюсь тому, что человек поет не голосом. Человек поет чем-то тем, что у него вот там. Что это, я не знаю, может быть, это душа, я не знаю. С детским хором Попова в те годы активно сотрудничал композитор Владимир Шаинский, автор большинства шлягеров советской эстрады. Белову было предложено исполнить одну из его песен «Дрозды», написанную еще в 1970 году. Белов предложил совершенно иную интерпретацию, более мягкую и лиричную. Шаинский просто для него писал очень хорошие песни, он попадал точно в десятку. И вот летом, 1973 года, песня в его исполнении была передана по всесоюзному радио. На следующее утро Белов, как говорится, проснулся знаменитым. Песня «Дрозды» стала суперпопулярной с первого же эфира и практически сразу вышла на граммпластинки. На обложке пластинки фотографий певца не было, песню передавали до этого только по радио, и миллионная аудитория усиленно гадала о том, как же выглядит певец с хрустальным голосом. Тайна развеялась в новогоднюю ночь 1974 года, когда по первой программе центрального телевидения в эфир вышла эстрадная программа «Песня года». Именно в «Песне 74» Геннадий Белов впервые вживую предстал перед многомиллионной аудиторией. В середине апреля 1974 года на телевизионных экранах состоялась премьера телефильма «Анискин и Фантомас», где зазвучала новая песня в исполнении Белова «Травы, травы». «Травы, травы, травы» не успели А трассы с теребряной согнутся Он работал в ансамбле «Советская песня» и там я его услышала по телевизору. Вот как раз эти «Травы, травы» прозвучали в этом ансамбле Это был хит сезон И мы еще удивились Боже мой, какой красивый голос! В 70-е годы на эстраде в мужском вокале существовало два направления гражданское и камерное Гражданская тематика была в большом почете и представителей этого направления было больше Камерные певцы вроде Жана Татляна Валерия Абадзинского находились в тени Их мало издавали, редко транслировали по радио и совсем не показывали по телевидению Геннадий Белов, хотя и был причислен к категории гражданских певцов Однако его репертуар исключал песни про партию, комсомол и ударные стройки Почти весь он был построен на лирике Что можно про него сказать? Он пел так, как никто вообще Не в классической вокальной школе Но какой-то удивительно душевной Он его не назовешь такой микрофонный певец Шептун, как говорили, нет Он довольно громко пел И совершенно необычным тембром Его голос сам находил дорогу к человеческим сердцам Пробивал себе тропинку И уже если он войдет в сердце То от него не избавишься Знаменитые советские композиторы Владимир Шаинский, Евгений Птичкин, Александра Пахмутова Писали репертуар для Геннадия Белова Лирические шлягеры в его исполнении Звучат не только по радио и в телепередачах Но и во многих кинофильмах тех времен Москва-Кассиопея Охотники за браконьерами Анискин и Фантомас Меня пригласили писать музыку к фильме Анискин и Фантомас Специально для этого фильма Я написал песню Травы, травы Это страшно лирическая песня Кому я дать? Да, конечно, Гене Белову И он ее блестяще исполнил И она стала такой же популярной Как и Дрозды Он еще пел ряд моих песен Каждая песня Это было для меня В общем-то какое-то открытие Потому что такой голос, как у него Ни у кого не было И ни на что не похожий этот голос Белов принимает участие В качестве члена художественной делегации На 10-м и 11-м всемирных фестивалях Молодежи и студентов в Берлине и Гаване На этих концертах аудитория Очень горячо принимает в его исполнении Лучшие песни Соловьева-Седова Блантера-Макроусова Меня решили послать На какой-то международный фестиваль Как тогда устраивали В Польшу или в какую-то другую страну И кого бы из певцов Молодых вы могли бы рекомендовать Без всяких слов Без всяких размышлений Я говорю Вот тот парень молодой Который исполнял песню Дрозды Стали его искать Нашли Он поехал блестяще Прошел там Его карьера, так сказать, состоялась В середине 70-х Виктор Попов покидает Ансамбль песни радио И центрального телевидения В ансамбль приходит новый руководитель С которым у Белова отношения не складываются Геннадий уходит в Москонцерт Я руководила вокальным квартетом «Улыбка» И мы вместе с ним работали И в концертах И ездили в поездки И работали по отделению И получилось так, что он отделение Мы отделение И потом решили сделать так Что Аля Пахмутовна написала песню Ему, вернее, написала песню «На дальней станции сойду» «Хлеба налево» Которую мы записали на радио «Хлеба налево», «Хлеба направо» Мы записали И травы я обработала И мы три песни пели И вот был такой очень красивый у нас получился концерт В те же годы он поступает на эстрадное отделение ГИТИСа Однако параллельно учебе продолжает карьеру певца Много гастролирует по стране И записывается на радио и фирме «Мелодия» Участвует во многих эстрадных проектах Гастролирует с квартетом «Улыбка» Особенно большой успех выпал на долю певца После того, как он начал сотрудничать с популярным композитором Давидом Тухмановым И спел две его песни «Звездная песня неба» и «Здравствуй, мама» Всегда в автобусе едем Тяжелые же поездки были Всегда едет он «Ну послушай, какую песню я» И начинает петь Вот первая песня Он мне спел «Мама, милая мама» Вот эта песня Он мне пел ее Замечательная В конце 70-х Слава Белова находится в Зените В песне 76 он исполняет «Шумят хлеба» Александры Пахмутовой Но это выступление становится его последним появлением в песне года «Хлеба налево», «Хлеба направо», «Хлеба на счастье», «Хлеба на славу» «Бескрайних светлых миг» «Здесь ласковый разлив» «Здесь солнечных хлебов моих держав» Весь следующий год Белов много гастролирует и в основном за рубежом Из-за длительных поездок в песне 77 он не участвует И звездную песню «Небо», известную именно в исполнении Белова В песне 77 дают петь другому молодому артисту Для Белова это не стало разочарованием Потому что в 78 он становится лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване И заслуженным артистом РСФСР Однако со временем гастролей становится меньше И репертуар Геннадия уже не так востребован, как раньше На советскую эстраду пришли западные ритмы диско Это были 90-е годы начала Когда очень много артистов оказалось за бортом И конечно, как-то так случилось, что папа тоже попал в это число И тогда он увлекся, ну он в принципе давно увлекался Но он стал работать над таким серебряным веком эстрадным То есть Петр Лещенко, Козин То есть он разучивал какие-то романсы Делал программу романсовую, танго старинный Очень интересно было Очень интересно, очень жаль, что не сложилось у него Довести это до конца Многим певцам пришлось менять репертуар И подстраиваться под новые веяния Белов был из числа тех, кто остался верен старой школе Песни для высокого мужского голоса, как и он обладал Стали непопулярны Если бы Белов имел возможность самостоятельно сочинять для себя репертуар Как это делали Евгений Мартынов или Юрий Антонов Он бы наверняка остался на плаву Но Геннадию пришлось выживать в одиночку Приходилось выдерживать непростую конкуренцию с кумирами молодежи того времени Такими, как «Ласковый май» и «Мираж» Я была поражена Потому что вот свой зритель, вот его зритель у нас остался Во-первых, еще хочу сказать, что папа никогда не пел под фонограмму Он пел всегда живьем То есть сидел пианист, сидел либо его ансамбль И он работал в отделении Люди, не уходя, они его не отпускали Без того, что папа не исполнил какие-то основные песни Травы-травы, дрозды, здравствуй, мама, что-то еще Я так поняла, что люди-то его любят Просто вот этой возможности часто появляться на экране Или часто появляться где-то в Москве на каких-то площадках У папы нет Хотя он и продолжает выступать для небольших аудиторий Но на телеэкране практически не появляется Зритель и слушатель забывает артиста К середине 80-х слава Белова угасает Большинство композиторов удовлетворяют нужды дискотечного рынка И Белов остается без нового репертуара Ну, пытался работать Было очень тяжело семье Пытался работать Но никому это уже не нужно было Все И поэтому, вероятно, он заболел У него была язва Поэтому он заболел Он очень страдал от того, что Были какие-то концерты Были концерты Но это уже было не то Обратившись к песням 40-х, 50-х годов и романсам Он подбирает себе соответствующий репертуар И выступает с ним Однако успех не приходит Концерты собирают неполные залы А у строителей концертов терпят убытки Конечно, их было очень мало Этих гастролей Но они были Папа как-то старался В общем, куда-то ездить, работать Он же был Несколько раз был в Афганистане Когда была война Он был в Таджикистане Как вот ездили бригады артистические Туда И сюда выточек обзон туда ездил В общем, один раз Был такой достаточно Трагический момент Когда была опасность того, что он просто может не вернуться оттуда Геннадий Белов понимал, что с приходом новых времен Его карьера эстрадного исполнителя подошла к концу Однако он продолжал выступать и гастролировать После одного из концертов певец попал в больницу Из которой выйти ему было не суждено Папа вообще начинал страдать язвой В последние годы В принципе, он, ну, как у артистов Это, знаете, самая болезнь гастрит Язва У артистов это нормальное явление Вот И, видимо, вот из-за нервов Из-за вот этой неустроенности Видимо, может быть, что-то обострилось у него там Вот И он, приехав за гастроли, почувствовал себя плохо То есть его увезли в больницу Из которой он так и не вышел Проживи он еще несколько лет То наверняка бы был вновь востребован на волне Того небывалого бума стиля ретро Который возник в российской эстраде в конце 90-х Геннадий Белов ушел из жизни чуть раньше 30 октября 1995 года Смерть настигла певца за три дня до его 50-летия Смерть настигла певца за три дня до его 50-летия Продолжение следует... Продолжение следует...